Ты знаешь, я научил несколько новых треков? Я умер. Так, как будто оно здесь немного не на своем месте. Предполагается, что мы в ужасе должны искать Морта по всему району. Но если память не я не подводит, он должен быть в этом доме. Странное окно, оно пропускает очень немного света, зато тени от него становятся цветными. Для чего бы не были предназначены эти бочонки, теперь они просто мусор. Похоже, лестница сделана из костей разных тварей. Шеф, вы тут! Спасибо силам! Вытащите меня отсюда! И что ты тут делаешь? Эти паразиты-крысы-оборотни притащили меня сюда! Шеф, вытащите меня! Это место просто ужасно! Не знаю, ты так уютно там смотришься, среди этих черепов. Не шути так, шеф. Нам сначала надо выбраться отсюда. Вспышка света и дым ослепляет тебя на мгновение, а затем перед тобой оказывается сморщенный старик. Похоже, у нас гости, череп. О, нет! Морта яростно шепчет тебе. Не стоит раздражать этого типа, шеф! Он упрячет тебя в книгу мертвых раньше, чем ты успеешь моргнуть. Старик игнорирует Морта. Привет тебе, путник! Что заставило тебя без приглашения войти в скромную обитель Лотара? Так, простите, уважаемые, но у вас, похоже, есть кое-что, что принадлежит мне. А? Да? И что же это? Мой друг Морта лежит вон на той полке. Ты хочешь этот болтливый череп, лишенный всякого изящества и манер? Хорошо. Вот тебе справедливая сделка. Принеси мне более ценный череп, отвечает он. Я не собираюсь разбазаривать то, что и так принадлежит мне. Ну, начнем с того, что он никогда не был вашим. Или вообще чем-либо. Твое невежество просто поразительно. Ты, несомненно, знаешь очень мало об очень малом. Итак, принеси мне другой череп, в обмен на этот, или можешь попрощаться со своим другом. Просто верни его назад. Он мой. Руки Лотара сжимаются на посохи. Этот череп мой! Если будешь и дальше настаивать, то я и твой заберу. Шеф, не надо. Оставьте его в покое. Череп, говорит мудро. Учти это. Я так не думаю. Верни его назад, или в полной мере насладишься последствиями. Глаза старика сверкают, и он произносит несколько слов древнего языка. Твое тело стискивает боль, и тьма окутывает тебя. Ты проверил свою бессмертность не на том существе, и твой герой уничтожит. Не смотря на то, что безымянный бессмертен, плейнскейп все же можно проиграть. Сейчас вы видели одну из плохих концовок. Лотар оказался настолько силен, что смог уничтожить героя вопреки его проклятию. Безымянный умер, так и не узнав своего прошлого. Попробуем еще раз. Шеф, не надо! Оставьте его в покое! Череп говорит очень мудро. Учти это! Ладно, 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 хорошо. Но как мне найти более ценный череп? Стень диван в центре комнаты и пройди в катакомбы через порталы восточной стены подвала. Вернуться сможешь тем же путем. В катакомбах много черепов. Один из самых ценных находится в усыпальнице пыльных за затопленными народами. Принеси мне его. Мои ручные крысы-оборотни не смогли это сделать. И твой дружок вернется к тебе. Может быть, я даже отвечу на некоторые твои вопросы. Какие у меня есть гарантии, что вы сдержите слово? У тебя есть мое слово. И этого вполне достаточно. Конечно, если тебе нужен твой дружок. Для меня этого вполне достаточно, шеф. Все-таки именно мне тут торчать. Предложение принято, а? Просто достаньте череп и возвращайтесь за мной. Ладно? Хорошо, Лотар. Я вернусь за ним. Прощай. На самом деле, мы уже были в гробнице, о которой говорит Лотар. Во время изучения катакомб. Но мы все равно спустимся вниз. И вы скоро поймете, почему. Дан. Монток. Ты видишь получеловеческий, полукрессиный гибрид. У него в красных глазах светится коварство, а голос, исходящий из его глотки, мыслянистый и неприятный. Итак. Двуногая дрянь прокралась в дом прислужников Лотара. Чего ты хочешь, человек? И куда ты собираешься пройти? Подойди медленно и говори Монтуоку только правду. А кто ты, собственно, такой? Я Монтуок. Голос многих как один. И посланец Лотара, повелителя костей. Я задаю тебе вопросы, а ты отвечаешь. Что тебе здесь нужно? Работаешь и на тех, и на тех. Как-то некрасиво получается. А почему бы и нет? Хозяин знает секреты силы, а мы, многие как один, знаем секреты этого города. И однажды мы сможем объединить наши знания. Вот как мы сможем достичь настоящего могущества и разобраться в секретах сожженной деревни не последнее из дел. Но, что ты хотел здесь? Отвечай. Просто осматривай здесь, Монтуок. Это совершенно неприемлемо. Если ты входишь в логово, у тебя должна быть цель. Ну, тогда мне пора. Да, иди, и не возвращайся, а то тебе будет плохо. Ну, если вы еще не поняли, то Монтуок наш старый знакомый. Он служит не только Лотару, но и многим как один. Просто настоящая крыса. Монтуок, ты же так хотел встретиться и поквитаться. Теперь у тебя появится шанс. Ладно, это не самый лучший выбор, чтобы противостоять Монтуоку. Лучше отправим к нему Дакон. А ты спрячешься в тенях. Ну, пока все идет не так плохо. Естественно, Дакон начинает потихоньку умирать. Что еще следовало ожидать? Твоя путь у меня. Все, что-то правда. Мы, конечно, бессмертные, но боль никто не отменял. Ложи на себя это заклинать. Тогда все повреждения, которые будет получать Безымянный, будет получать Монтуок. Я уехал. Дакон, ты стоишь с какой целью, не делай ничего. Вот так-то лучше. Да и она тут неплохо справилась. Всех перебила. Сейчас Дакон закончит, это грязное дело. И мы посмотрим, что у Монтуока было в вещах. Во-первых, мы возьмем его череп. И вручим ему лотару. Что может быть лучше, чем получить череп своего слуги? Эта книга тоже очень интересна. И мы ее изучим чуть позже. Мы сюда спустились, в том числе ради нее. Дальше в этой локации, ну, нет ничего особенного. Кроме противников. Который Дакон сейчас... Перебьет. И несколько унылых декораций. Такого. Ладно, пусть она тебе помогла. Возможно, у нее получится даже лучше, чем у тебя. Ну, вот и все. То есть, почти все. Ана, заканчивай. Оф, это же, что я могу, забыть ее скрепить. Надо же. Успех. Черепа, Крис, оборотни нам не нужны. Достаточно черепа Монтуока. Вещички, пожалуй, стоит забрать. И в скором времени навестить торговца. Деньги нам понадобятся. Возвращайся к теме. Здесь больше ничего нет. Здесь помойка. Почему не? В этой части карты. Путь в катакомбы. Через портал. Вот он. Здесь тоже пусто. Так что мы вернемся обратно. Дан. И поговорим немного с Лотаром. Я уйду. Итак, ты принес мне череп, который мне нужен взамен твоего. Лотар криво усмехается. В гробнице не было черепа, Лотар. Что бы это могло значить? Это захоронение настолько хорошо защищено от всяческого проникновения и наблюдения через магический кристалл, что это представляет проблему даже для меня. Должно же быть какое-то объяснение этого. И... Он говорит медленно и злобно. Ты принесешь мне его. Пройди через портал в зале внизу и принеси мне ответ. Я думаю, что это была ловушка для отпугивания мародеров, которые обшаривают склепы. Есть некоторый смысл в том, что ты рассказал. Кое-что сказанного тобой о склепе выглядит многообещающим. Я обдумаю это и тебе советую. Он отворачивается, но почти сразу же поворачивается обратно к тебе. Принеси мне другой череп, и наше предыдущее соглашение останется в силе. И не пытайся обмануть меня поддельными черепами. В этих вопросах я настоящий эксперт. Возвращайся, когда принесешь нечто для меня ценное. И ты так быстро вернулся? Принес мне череп? Да, у меня есть череп твоего слуги, Монтуока. Глаза Лотара горят яростью. Убиваешь моих слуг, а? Тай мне череп. Он тщательно отсматривает череп и говорит. Я чую запах предательства через его кость. Осторожный, Проныра. Но все же недостаточно, чтобы остаться в живых. Не так ли? Я вытащу из него его секреты. Не беспокойся, я узнаю причину его двуличия. Его пальцы скрещиваются в странном жесте. Твой приятель не будет ожидать тебя там, откуда ты вошел ко мне. У тебя есть ко мне вопросы? О, у меня очень много вопросов. Побыстрее, шрамованный. Я не могу ждать тебя весь день. Ответь мне, почему я бессмертен? Смертная сущность или душа, как тебе будет угодно. Это то, что дает возможность жить и умирать. Она была магическим образом отторгнута от тебя ночной ведьмой по имени Рейвил Узелок. Твоя смертность – ключ ко всему, что тебя интересует. Ты найдешь ответы на все свои вопросы, когда вновь обретешь ее. Расскажи мне про эту Рейвил. Рейвил Узелок – это просто какая-то загадка, даже в сравнении с другими ночными ведьмами. Некоторые, впрочем, называют ее просто безумной, хотя, как показало время, чаще всего она просто играет в игры, правила которых недоступны пониманию окружающих. Она – зло. Великое зло. И если сравнить ее даже с извергами, то они покажутся божественными агнонцами. Слава силам, сейчас она в сне всякой досягаемости. Госпожа Поли заточила ее в свой лабиринт. Заточена в лабиринте? И как же мне ее найти? Лабиринты – это просто небольшие планы. Они как комнаты без входа, заточенные между огромными залами планов. Чтобы войти, понадобится найти специальный портал, а также ключ к нему. Возможно, тебе для этого придется встретиться с некоторыми из своих старых знакомых. Можешь даже не сомневаться, что они у тебя есть. Они и сами найдут тебя. И молись, чтобы они приняли тебя хорошо. Возможно, ответы на свои вопросы ты сможешь найти в фестхоле. А что Рэйвил натворила? Она была создателем игр и головоломок. Решала проблемы, которые не требовали решения. Она решила, что Сигел или Клетка – это самая большая головоломка из всех. Рэйвил решила, что она обязана разгадать ее, используя для этого армии демонов. Без сомнения, она бы нарушила баланс в городе, просто превратив его в большой мертвый склеп. Стоит восхвалить все силы, которые только есть, за то, что у нее ничего не вышло. Тогда я найду ее и силой заставлю вернуть мою смертность. Спасибо тебе, Латарше, и прощай. Стоит посмотреть, как там морды. Слушай, Анна, этот твой хвост, он всегда торчит вверх. Ага, еще раз откроешь свою гремелку, мозги снаружи окажутся. У морды точно в добром здравии.